11 мая 2004 года стартовал показ телепроекта Дом-2. На данный момент известно о существовании более 5,5 тысяч выпусков. Это говорит о том, что Дом-2 пользуется популярностью. Многих, кстати, удивляет этот факт. С 2004 по 2020 год телестройку транслировали на ТНТ, а с этого года проект выходит на канале Ю. За все время в Доме-2 было столько участников, что всех точно не вспомнить. А в этом видео я хочу рассказать вам о тех участниках Дома-2, которые ушли из жизни. Практически сразу после старта Дома-2 летом 2004 года на проект пришла Оксана Корнева. Она хотела построить любовь с участником реалити, но он в тот момент увлекался другой. Оксана Корнева пробыла на проекте 48 дней. За это время она не смогла найти себе пару и покинула шоу. У участников Дома-2 она оставила себе только самые теплые воспоминания. Оксана Корнева умерла в январе 2009 года, попав под машину. Мария Политова впервые появилась в шоу в январе 2006 года. Пребывание девушки в проекте было непродолжительным. Она ушла из Дома-2 уже в феврале, но навсегда запомнилась своими выходками, конфликтами с участниками и помню неспособность устроить любовные отношения с парнями проекта. Летом 2007 года Мария Политова второй раз решила покорить проект. На этот раз девушка продержалась в проекте три месяца и покинула его в сентябре 2007 года. В третий раз Мария Политова пришла на Дом-2 в 2010 году и продержалась на телестройке 20 дней. Она утверждала, что не может прожить без проекта, но никто не воспринял ее слова всерьез. Как потом оказалось, зря. Тогда у Марии Политовой обострилось биполярное расстройство. Девушку нашли мертвой в Подмосковье под забором коттеджа. Позднее выяснилось, что она пролежала там минимум двое суток. Мария Политова умерла 4 декабря 2017 года. Ей было 30 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне переохлаждения. Кристина Калинина пришла на Дом-2 в марте 2006 года. У нее была цель найти отца для своей дочки. Из-за этого все участницы проекта устроили Кристине травлю. Из-за такой обстановки девушка покинула шоу через две недели. После этого у Кристины Калининой началась депрессия и проблемы с алкоголем. Итогом этого стала смерть от сердечной и почечной недостаточности. Кристина Калинина умерла за неделю до своего 23 дня рождения. В 2009 году на проект пришла Оксана Апликаева. В Доме-2 она пробыла 75 дней. Построить любовь на шоу Оксана так и не смогла, но стала одной из самых известных участниц, влюбив в себя многих зрителей мужского пола. После участия в проекте Оксану Апликаеву часто приглашали на съемки различных телепередач, а также сериалов. Осенью 2008 года тело знаменитости было найдено на трассе Рига-Москва. Причиной смерти Оксаны стала асфиксия. Девушке был всего 31 год. Того, кто совершил преступление, так и не нашли. Андрей Кадетов пришел на проект Дом-2 весной 2010 года. Он сразу очаровал многих участниц реалити-шоу. На проекте вскрылось то, что Андрей Кадетов был женат, но каждый из девушек он обещал, что скоро разведется. В итоге Андрей надолго не задержался в Дом-2, его просто выгнали из этого шоу. 24 декабря 2010 года Андрея Кадетова не стало. Его смерть имела насильственный характер. Мужчине было всего 23 года. Убийцу Кадетова быстро нашли и приговорили к 11 годам колонии. Анастасия Тарасюк пришла в Дом-2 в сентябре 2013 года. Ни с кем из участников в шоу девушка не смогла построить любовь. Спустя 20 дней Анастасия покинула телешоу по итогам голосования участников. После того, как девушка покинула проект, на ее странице в соцсети начали появляться фотографии с цветочным магнатом телестройки Андреем Брезиным. Как выяснилось позже, он должен был вернуться в шоу вслед за Анастасией, а ее отношения с участниками были фикцией. Вскоре молодые люди расстались и остались друзьями. Затем у Анастасии Тарасюк был тайный роман, из-за которого, по предположению многих, она свела счеты с жизнью. Девушка была найдена мертвой под окнами многоэтажки 22 июня 2018 года. Анастасии Тарасюк было всего 24 года. Светлана Михайловна Устиненко появилась на проекте с целью поддержать свою дочь Алиану, но позже сама решила попробовать найти свою любовь в этом шоу. Всем она запомнилась, как яркий и светлый человек. В 2014 году случилось страшное. Светлане поставили диагноз – рак мозга. Она боролась с болезнью, но, к сожалению, страшный недуг победил. Светлана Устиненко умерла в 2016 году. Ей было 48 лет. Осенью 2017 года на проекте появилась молодая красавица Полина Лобанова. У многих участников телестройки, да и у зрителей, девушка вызвала негатив. Все дело в том, что в первый же день она провела ночь с одним из участников Дома-2. На реалити-шоу приезжала сестра Полины и уговаривала ее вернуться домой и не позорить семью. В начале декабря 2017 года девушка покинула Дом-2. 4 июля 2018 года фанаты шоу были в шоке от новости о смерти Полины Лобановой. Тело девушки было найдено в квартире тату-мастера, к которому она пришла после своего дня рождения. Полине было всего 20 лет. Достоверно неизвестно, что стало причиной ее смерти. По одной из версий Полина Лобанова умерла от сердечной недостаточности.